Всем привет! Сегодня расскажу о том, как работать с дефибриллятором. Дефибрилляция является жизненно важным компонентом сердечно-легочной реанимации, поскольку она потенциально может остановить фибрилляцию желудочков или желудочковую тахикардию без пульса. Дефибрилляция используется примерно в 20% случаев остановки сердца. Поскольку ее эффективность снижается со временем, попытки дефибрилляции должны быть своевременными, оставаясь при этом эффективными и безопасными. Знание того, как использовать дефибриллятор, является ключевым для спасателей, выполняющих расширенную СЛР. Как наложить электроды? Что делать с кислородом? Куда намазать гель и как нанести разряд пациенту, а не себе? Разбираемся на ProSMP. Поехали! Грубо говоря, дефибриллятор — это устройство, которое может ударить током с напряжением около 6-7 тысяч вольт и энергией до 360 джоулей. Энергия разряда достаточно большая, чтобы вызвать искрение, а учитывая соседство кислорода, это уже выглядит опасно. Так что необходимо соблюдать технику безопасности и технику применения дефибриллятора, чтобы не пострадал ни пациент, не сам реаниматор. Помимо этого хочется, чтобы наносимый разряд был максимально эффективным, а не просто искры в воздух. Для этого есть определенные правила. Начну с наложения электродов. Как вы помните, у дефибриллятора есть всего два электрода. Они бывают смоклеющиеся и ручные. Мы чаще работаем с ручными, то есть с многоразовыми. На всех типах электродов, независимо от модели дефибриллятора, есть обозначение, где на теле пациента надо расположить этот электрод. На одном написано «апекс» или «верхушка», на втором «стернум» или «грудина». Иногда на липких одноразовых электродах рисуют схематическую картинку в расчете на то, что обыватели не должны знать, где расположена верхушка сердца. Итак, есть несколько приемлемых положений электродов. Стандартное положение — передневерхушечное. Электрод с маркировкой «апекс» располагается на боковой поверхности грудной клетки в области верхушки сердца. Другой электрод с маркировкой «стернум» располагают сразу под правой ключицей. Это положение электродов удобно при обычном проведении реанимационных мероприятий с использованием ручных электродов. Обратите внимание, верхушечный электрод надо расположить именно на боковой поверхности грудной клетки, а не на передней. Так сердце попадает в проекцию прохождения электрического импульса. Если расположить на передней поверхности, электрический импульс затронет только часть передней поверхности сердца, а значит, разряд будет просто неэффективен. Второй вариант — переднее-заднее расположение. Это расположение удобно при использовании липких электродов. Во-первых, они плоские и надо просто один раз их приклеить. Во-вторых, при таком положении сердце точно попадает в область прохождения разряда, а значит, эффективность будет больше. Электроды располагаются так. Одна пластина наклеивается сразу под левой лопаткой, другая — на передней поверхности грудной клетки, слева — в проекции сердца. И еще один вариант — биокселярная позиция. Ее удобно использовать, если пациент находится в пронпозиции и нуждается в электроимпульсной терапии. Каждый из электродов просто располагается на боковой поверхности грудной клетки. Как подготовить электроды к нанесению разряда? Во-первых, надо максимально улучшить прилегание электродов к коже пациента. Используйте контактные гели. Например, гель для регистрации ЭКГ. Он легко проводит электрический ток, а значит, не будет искрения, пациент не получит электроожог, а сила проходящего тока будет максимальной, так как не будет прослойки воздуха. Помните, что воздух отличный диэлектрик. Второй аспект. Смазывать необходимо сами контактные площадки электродов, а не тело пациента. Если смазывать тело пациента, то возможно образование дорожек из геля между электродами. При такой ситуации во время разряда ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по этой гелевой дорожке. А значит, эффективность дефибрилляции будет значительно снижена. Если по какой-то причине специального геля у вас нет, то можно использовать марлевые салфетки, смоченные в физрастворе. Именно салфетки, а не просто поливать пациента физраствором, иначе он просто растечется. И понятно, что одноразовые липкие электроды не надо смазывать ничем. На них уже нанесен электропроводный гель на клейкой основе. Накладываем электроды на пациента. Помимо того, что мы устанавливаем их в правильной точке, есть еще пара моментов. Верхушечный электрод надо располагать наибольшим размером вдоль тела пациента. Электрод не надо располагать прямо на молочной железе. Эта рекомендация не зависит от пола пациента. Дело в том, что на прохождение тока через молочную железу тратится часть энергии, а значит, сердце получит меньший разряд. А значит, эффективность будет ниже. Чтобы правильно расположить верхушечный электрод, надо отодвинуть молочную железу одной рукой, а другой прикладывать сам электрод. Отпускайте молочную железу, и она будет лежать на электроде. Важно оценить наличие каких-либо украшений. Перед дефибрилляцией необходимо снять любые украшения, включая пирсинг сосков и ожерелья. Электроды не должны соприкасаться с металлическими украшениями, поскольку это может вызвать искрение и ожоги от разогретого металла. Еще одна проблема – имплантируемые кардиостимуляторы. Прохождение тока через эти устройства может вызывать их повреждения. Поэтому электроды надо располагать на удалении как минимум 8 см от стимулятора или использовать альтернативное положение электродов. Чтобы контакт был максимальным, надо их прижать к телу больного с силой около 8 кг. То есть не просто прислонить, а именно прижать. Теперь немного про саму дефибрилляцию. Задержка между прекращением непрямого массажа сердца и подачей разряда должна быть сведена к абсолютному минимуму. Задержка даже в 5-10 секунд снизит вероятность успешного проведения разряда, так как кислород, который вы компрессиями докачали до сердца, израсходуется. А в условиях гипоксии фибрилляция продолжится. Чем больше кислорода у сердца, или чем меньше кислорода из крови израсходовали кардиомиоциты, тем эффективнее. Паузу перед разрядом можно сократить до менее 5 секунд, например, продолжая компрессии во время зарядки дефибриллятора. То есть вы оценили ритм, необходимый разряд, вы немедленно продолжаете компрессии и нажимаете кнопку набора энергии. Вот когда дефибриллятор зарядится, запищит, тогда и делаете паузу для нанесения разряда. Не должна возникать ситуация, когда вы сделали паузу в компрессиях и с электродами в руках ждете, пока ваша бесовская машинка наберет заряд. Задержка между проведением разряда и возобновлением непрямого массажа сердца тоже должна быть сведена к минимуму, за счет немедленного возобновления компрессий сразу после проведения разряда. Если есть клинические и физиологические признаки восстановления кровообращения, например, пациент начал шевелиться, увеличилась концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе, можно сделать короткую паузу в компрессиях для анализа ритма. Пауза в компрессиях на весь процесс ручной дефибрилляции должна быть менее 5 секунд. Реаниматоры должны обеспечивать сердечно-легочную реанимацию до тех пор, пока дефибриллятор не будет готов к анализу ритма. Затем, если есть показания, незамедлительно следует провести дефибрилляцию. При фибрилляции желудочков любой амплитуды следует выполнять дефибрилляцию в конце каждого двухминутного цикла. В рекомендациях 2015 года говорится, что если есть сомнения относительно того, является ли ритм асистолией или мелковолновой фибрилляцией, не пытайтесь провести дефибрилляцию, продолжайте непрямой массаж сердца и вентиляцию легких. Хотелось бы уточнить, что когда ритм явно похож на фибрилляцию, надо применить разряд. Один из методов минимизации пауз в нанесении разряда это упряждающая зарядка дефибриллятора. При использовании этого метода дефибриллятор заряжается по мере приближения к концу двухминутного цикла, но до проверки ритма. Когда вы делаете паузу в компрессиях для оценки ритма, можно при необходимости немедленно выполнить разряд от уже заряженного дефибриллятора. Таким образом вы избегаете необходимость в периоде компрессии грудной клетки после оценки ритма, пока дефибриллятор набирает заряд. Однако стоит сказать, что этот метод может быть разумной альтернативой для использования хорошо обученными командами, поэтому тренируйтесь. Пару слов про использование кислорода во время дефибрилляции. В атмосфере, обогащенной кислородом, искрение от плохо приложенных электродов дефибриллятора может вызвать пожар и серьезные ожоги пациента. Чтобы этого не произошло, надо сделать следующее. Если используется кислородная маска или назальные конюли, то надо их снять с пациента и поместить на расстоянии не менее 1 метра от груди пациента. Если мешок амбук подсоединен к эндотрахеальной трубке или ларингеальной маске, не отсоединяйте его, просто разверните клапан выдоха в сторону от грудной клетки пациента. Если пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, оставьте дыхательный контур подключенным к эндотрахеальной трубке. Однако надо вспомнить, что на транспортных аппаратах ЭВЛ клапан выдоха часто расположен не в самом аппарате, а в клапанной коробке, рядом с коннектором и эндотрахеальной трубкой. Если вы работаете с таким аппаратом, то разверните клапан выдоха в сторону от грудной клетки пациента. Что касается ЭВЛ и дефибрилляции. Разряд надо наносить после окончания искусственного выдоха. Надо понимать, что дыхательная мускулатура сильно сократится в ответ на прохождение электрического импульса. Это может привести к травме. Во-вторых, воздух это диэлектрик. Наполненные легкие увеличивают трансторакальный импеданс, что снижает эффективность разряда. Кстати, положительное давление в конце выдоха тоже снижает эффективность дефибрилляции. А помимо этого, ПДКВ резко снижает венозный возврат из малого круга кровообращения, так что не надо его рутинно использовать при СЛР. Еще есть стратегия дефибрилляции, при которой используются последовательные разряды. То есть возникла фибрилляция, разряд, сразу оценку ритма, если нужно, то повторный разряд, опять оценка ритма, если надо, еще разряд. То есть не проводится двухминутный период ЗМС после дефибрилляции перед оценкой ритма. Исследования не показали преимущества такой стратегии. Если нужна дефибрилляция, выполните одиночный разряд и возобновите непрямой массаж сердца сразу после разряда. Не откладывайте СЛР для повторного анализа ритма или проверки пульса сразу после разряда. Продолжайте СЛР в течение двух минут до тех пор, пока не будет проведен повторный анализ ритма. Даже если попытка дефибрилляции окажется успешной, потребуется время, прежде чем восстановится постшоковая циркуляция. Ситуации, когда пульс пальпируется сразу после дефибрилляции, возникают крайне редко. После успешной дефибрилляции пульс может отсутствовать более двух минут, а по статистике после успешного разряда продолжительность асистолии до момента восстановления спонтанного кровообращения превышает 2 минуты в 25% успешных дефибрилляций. У пациентов, у которых после дефибрилляции появляется перфузионный ритм, влияние компрессии грудной клетки на повторное возникновение фибрилляции желудочков неясно. Единственная область применения последовательных дефибрилляций, это ситуация, когда пациент был подключен к кардиомонитору еще при жизни, у него внезапно развилась фибрилляция желудочков и дефибриллятор доступен немедленно. То есть пациент прямо при вас начал фибриллировать и у вас уже готов дефибриллятор. Например, такое могут выдавать пациенты с ОКС. Хотя нет данных, подтверждающих преимущество стратегии трех последовательных разрядов, маловероятно, что компрессии грудной клетки после первого разряда увеличат шанс на восстановление спонтанного кровообращения. Дело в том, что в такой ситуации дефибрилляция проводится на ранней стадии фибрилляции, когда в миокарде еще много кислорода. Вот когда мы застаем пациента, у которого уже какое-то время продолжалась фибрилляция до нашего прибытия, то у него в миокарде уже почти полностью потрачены энергетические запасы. И у него применима только стандартная стратегия дефибрилляции. Теперь коротко про энергии дефибрилляции. На самом деле оптимальные энергии дефибрилляции неизвестны. Рекомендации по уровням энергии основаны на консенсусе после тщательного анализа актуальной литературы. Кстати, если вы хотите почитать актуальные статьи по теме видео, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Специально для вас мы выкладываем не только ролики, но еще и использованную литературу. Ссылка есть в описании под каждым роликом. Итак, в идеале энергия разряда должна быть достаточно большой, чтобы вызвать дефибрилляцию некой критической массы кардиомиоцитов. Но если энергия будет очень большой, это приведет к повреждению. Кроме того, есть разные дефибрилляторы. Некоторые модели это устройства с монофазным импульсом. Грубо говоря, во время разряда ток направляется от одного электрода к другому. Если вы работаете с таким дефибриллятором, то первые и последующие разряды выполняются с максимальной энергией, то есть 360 джоулей. Есть дефибрилляторы с бифазным импульсом. У них ток направляется от одного электрода к другому и сразу обратно. Они эффективнее монофазных. На самом деле, все современные дефибрилляторы бифазные. Но они тоже бывают разные. Первый тип – дефибриллятор с бифазным усеченным экспоненциальным импульсом. Первый разряд наносится с энергией 150-200 джоулей. Второй тип – дефибриллятор с бифазным прямоугольным импульсом. Первый разряд таким устройством наносится с энергией 120-150 джоулей. Тип кривой дефибриллятора написан в инструкции, так что не поленитесь и почитайте, с каким прибором вы работаете. Если тип бифазного импульса дефибриллятора неизвестен, то первый разряд наносится с энергией 150 джоулей. Повторные разряды любым типом бифазного дефибриллятора наносятся с максимально возможной энергией. Чаще всего это 360 джоулей. Это были рекомендованные энергии для взрослых. У детей, независимо от типа дефибриллятора, используется энергия 4 джоуля на килограмм фактической массы тела, но не больше энергии, рекомендованной для взрослого. То есть, если перед вами ребенок весом 50 килограмм, и вы хотите выполнить первый бифазный разряд, умножив 4 джоуля, на его 50 килограмм вы получите 200 джоулей. Вспоминаем рекомендованные дозы энергии для первого бифазного разряда. Пускай будет 150 джоулей, 200 больше чем 150, значит будем бить его током с энергией 150 джоулей. Ну и последнее, техника безопасности. Техника безопасности регламентирована приказом Минтруда номер 928-Н. Кому интересно, полный текст ищите в поисковике. Если коротко, то перед применением изучить инструкцию. Не использовать при повреждениях корпуса аппарата, электродов или оплетки проводов. Исключить во время разряда контакт реаниматора с металлическими предметами, например водопроводными трубами, а также с кроватью или носилками. Исключить контакт себя и окружающих с больным. Руки реаниматора и электроды-дефибриллятора должны быть сухими. Нельзя держать оба электрода в одной руке. Стоит отключить от пациента диагностическую аппаратуру, не защищенную от импульсов дефибриллятора. Наносить разряд можно только после команды «Внимание! Разряд!». Надо четко запомнить, что в критической ситуации вы спуститесь с высот ваших знаний до уровня ваших умений. Тренируйтесь, так как теория без практики не работает. На этом и закончу. Понравился этот ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если очень понравилось, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Спонсорам доступны всякие дополнительные плюшки от статей и аудиоверсий роликов до надписи с именем на борту космолета. Все ссылки в описании. Хорошего вам дня и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!